Устройство, которое я вам сейчас покажу, называется петлевым маятником. К одному концу веревки привязана тяжелая кружка, а на другом конце закреплена изолента, масса которой много меньше массы этой кружки. И веревка переброшена через перекладину. Как вы думаете, что сейчас произойдет, если я отпущу изоленту? Кажется, что тяжелая кружка потянет изоленту за собой и в итоге упадет на стол. Но давайте посмотрим, так ли это. Оп, и ничего подобного. Веревка намоталась вокруг перекладины, а кружка повисла над столом. Давайте посмотрим на это еще раз в замедленной съемке. Кружка останавливается уже в тот момент, когда изолента поднимается вверх, сделав чуть больше полоборота. А потом кружка висит неподвижно, а изолента закручивается по спирали. Объяснение этого явления складывается из нескольких частей. Во-первых, даже неподвижный легкий груз P1 может удерживать гораздо более тяжелый груз P2 за счет трения натянутой веревки о перекладину. Причем вес удерживаемого груза очень быстро растет с увеличением числа оборотов веревки. Когда я накручиваю вокруг трубы полтора оборота веревки, изолента все еще не держит кружку. Но если я прибавлю один оборот, двух с половиной оборотов хватает, чтобы ее удержать. Но смотрите, ведь движущийся груз останавливает кружку, не сделав и одного полного оборота. Дело в том, что когда легкий груз накручивается на перекладину, натяжение веревки увеличивается за счет центробежной силы. Раз веревка натянута сильнее, для удержания такого же тяжелого груза требуется меньше оборотов. Чтобы посмотреть на траекторию легкого груза, мы прикрепили к обоим грузам батарейки и светодиоды. Этот опыт мы сделаем в темноте, установив на фотоаппарате выдержку в несколько секунд. Вот какая красивая спираль у нас получилась. Легкий груз сначала подтягивался к перекладине, падающим вниз тяжелым грузом, а потом тяжелый груз застопорился трением, и легкий груз накручивался на перекладину по архимедовой спирали. А теперь я хочу задать вам наш традиционный вопрос. Вот я держу легкий груз на некоторой высоте. Объясните, пожалуйста, как получается, что он не просто подлетает до той же высоты на противоположной стороне, но поднимается над перекладиной и закручивается вокруг нее по спирали. Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok